Так, ну, поехали, поехали. Значит, у нас сегодня будет лекция, я надеюсь, короткая, несложная. Мы с вами закончили большую тему, которая заняла в полтора раза больше времени, чем я думал про рекомендательные системы. Вот, и как я и обещал вам, сейчас мы уберем зеленую, сейчас весна у нас, да, вот красиво будет. Вот, значит, как я вам обещал, я продолбал тему про semi-supervised, вот, и поэтому хочется вам про это дело наверстать. Впрочем, не знаю, зачем, потому что из колоквиума мы это выкинули, на экзамене вы все автомат наверняка получите, ну, хоть послушайте сейчас, может быть, что-то потом это всплывет у вас. Давайте, значит, semi-supervised. Лёнин. По-русски это называют частичное обучение. Значит, здесь есть у этой постановки философский смысл и практический. Значит, философский смысл, давайте скажу. Вот мы с вами, когда рождаемся, да, нас в первые, там, н лет жизни родители учат всему, да, ну, или, там, не знаю, или мы у кого-то еще учимся всему. Вот, там, узнаем какие-то слова, вот все, нас поправляют постоянно, то есть нам дают много фидбэка. А начиная с какого-то момента мы выбрасываемся в жизнь, вот, и дальше как-то вот просто взаимодействуем с миром, нам никто не дает фидбэка особо, но мы как-то сами все выучиваем про этот мир. Вот, это первая мысль философская. То есть сначала получается у нас типа супервайст обучение, а потом как бы ансупервайст, да, в нашей жизни. Ну, это очень понятно, такой приближенный взгляд. А мысль более прагматичная, что, значит, есть какие-то наборы данных, где у вас есть разметка. Их обычно мало, да и разметки там не миллиарды объектов. А при этом есть, ну, например, интернет, где данных дофига, но они не размечены. Типа, нужны вам тексты, вот весь интернет с текстами. Нужен вам звук, ну, не знаю, там, возьмите, возьмите YouTube, возьмите звуковые дорожки, вот сколько угодно звука. Здравствуйте. Вот, поэтому как бы, ну, здесь тоже вот получается данные, к размеченным данным вы можете добавить много неразмеченных. И вот семисупервайст ровно про такое. Семисупервайст – это постановка, в которой у вас есть выборка размеченная. Давайте я ее обозначу x с верхним индексом l. Значит, это набор из l объектов, у которых есть правильные ответы. А есть еще выборка неразмеченная, x, u. Ну, типа, l – это, понимаете, labeled означает, а u – это unlabeled. Ну, вот, значит, это выборка, в которой у меня есть просто объекты без правильных ответов. И их, ну, там, типа, n. И, как правило, у вас n, ну, сильно больше, чем l. Вот, то есть, ну, прям вот дофига у вас неразмеченных объектов. И вот вы хотите как-то и по той, и по другой выборке. То есть, как-то вот взять x, l и объединить ее с x, u. И вот как-то из этого получить модель, которая будет хорошая. Давайте напишу, хотим, чтобы была лучше, чем при обучении, да, вроде правильное количество палочек, на Excel. Вот, такая задумка. Хотим, значит, такую вот модель построить. Ну, давайте думать, как. Да, ну, значит, сразу скажу, что были моменты, когда была вера, что это вот, типа, как это называют, next big thing, да. То есть, что вот мы, типа, с супервайз-обучением разобрались же, в принципе, да. То есть, ну, что там, бустинг, да, там какие-то нейронки. Ну, все работает отлично. Только данные скармливаете, все обучается. А, как бы, какая постановка следующая взлетит и будет везде внедрена, и все будет замечательно. Ну, вот была мысль, что semi-superвайз, то есть, что вот мы сейчас научимся еще как-то эксплуатировать неразмеченные данные, и все полетит. Ну, как видите, не полетело. Вот, но, тем не менее, иногда возникают такие мысли, иногда там какие-то статьи про это выходят, и в целом идеи отсюда могут вам пригодиться. Поэтому, ну, вот я рассказываю, но, может, хорошо, что под конец курса уже, потому что пока что это просто на уровне какой-то идеи, которая работает далеко не всегда. Ну, и давайте я сразу приведу пример, почему все-таки хочется, чтобы это работало. А хочется, чтобы это работало, потому что, ну, вот есть задачи, где данные собирать безумно сложно. Например, есть такой вот датасет, называется pen-chinese-tribank. Это в NLP такие данные есть. Там, значит, идея такая, что у вас есть некое там предложение на китайском языке, и у вас есть его, как это называется, разборка, там, типа, прилагательная, существительная в русском. Морфологический? Синтаксический. Ну, вот что-то из этого, короче. Вот, в общем, по, по, ну, ладно. Ну, да, по ролям в предложении, ну, да, да. Заметьте, что я при этом русский сдал на больше баллов, чем математику. Вот, ну, то есть у вас есть какое-то дерево разбора, там, которое как-то вот так устроено. Вот, и тут, значит, вот текст, который вот какой-то есть у нас. Вот, и, значит, этот датасет, типа, за, там, типа, несколько лет собирали, и в нем разобрано 4000 предложений. Потому что это безумно сложно, это безумно долго такое дерево строить, это большая задача. Вот, и как бы, когда вам настолько мучительно собирать размеченные данные, то, конечно же, хочется придумать какие-то методы, которые берут мало размеченных данных, много неразмеченных, и чего-то с ним делают. Вот, кстати, ну, а вот современный подход все-таки. Если у вас вот такое случилось, что много неразмеченных, мало размеченных данных, что принято делать? Что собирать данные? Нет, нет, ну... Это селф-супервайс тоже называется. Вот, да, да, то есть вот действительно сейчас, как бы, концепция, ну, по крайней мере, в диплёрнинге другая, что давайте мы возьмем неразмеченные данные, придумаем какую-то, ну, типа, промежуточную задачу, например, да, мы закрываем слово и говорим, предскажи, что там за слово, или там предскажи следующее слово, или там, если это картинка, там, закрываем кусок картинки, говорим, дорисуй, или берем там два куска картинки, говорим, они с одной картинки или нет. Вот, это называется селф-супервайс. Вот почему-то, это неизвестно почему, если мы вот так обучим какую-то модель, то потом, дообучив ее на небольшой размеченный датасет, мы получим хорошее качество, сильно более хорошее, чем если бы чисто вот на это обучились из рандомной инициализации. Но это работает только в диплёрнинге. Для табличных данных пока что не особо известно, как делать предобучение. Это называется предобучением, да. Поэтому на самом деле непонятно. Может быть, для табличек и вот это скорее, вот то, что я сегодня рассказываю, придумают, как докрутить. То есть там вопрос открытый совершенно. Ну, хорошо, давайте про какие-то методы поговорим. Ну, давайте я сначала расскажу про что-то, что вы уже знаете на самом деле. Но все равно расскажу для порядка. Селф-трейнинг называется. Самообучение. Ну, может, даже вы помните, что это? Да-да-да, ну, замечательно. А, забыли. Ага, типа того, да. То есть, значит, мы берем и обучаем какой-то алгоритм на размеченной выборке. После этого мы применяем обученный алгоритм к неразмеченной выборке x, после этого мы добавляем значит, некоторые вот такие пары в размеченную выборку. То есть, я беру какие-то объекты, которые вот мне кажется, они были неразмечены, но модель на них права, и эти объекты добавляю в мою размеченную выборку с целевой переменной, равной прогнозу модели. Это все довольно смело, да, то есть, я говорю, что у меня модель настолько хороша, что ее выходы я могу считать уже целевой переменной. Ну, типа такое, конечно. Вот. Короче, добавляю, да, вот это, и добавляю для таких, значит, объектов из x, где? Ну, вот как думаете, а какие объекты можем добавлять? Высокая уверенность. Так, а еще какие? Типа, которые, типа где-то типичный объект, да? Ну, наверное, баланс класса. Ага. И не добавляет слишком много объектов одного класса. Почему это не все нормально? Ну, это здесь проблема, но если у нас тут сбалансированный выбор, то некоторые новостей не могут быть. Да. Ну, мне это и здесь, наверное, нет. Ну, я имею в виду, когда мы на первом шаге обучим заново модельку, у нас на них сильно не сбалансированы выборки. Ну, короче, возможно. Возможно, за этим стоит следить, но все-таки это не про то, какие объекты выбирать. Скорее, можем как-то туда-сюда их. Вот. Значит, окей, хорошо. Дальше идем. Что еще может быть? Наверное, если это какие-то объекты, близкие к размеченным. Ну, смотря что. Например, можно здесь смотреть, что это просто типичные для неразмеченной выборки. То есть, типа, мы взяли неразмеченную, для нее там посмотрели какие-то плотности, взяли объекты самые плотные. Типа, они типичные, на них мы вряд ли ошибемся. То есть, можно по-разному на это смотреть. Ну, вот. Короче, что-то такое делаем. Ну, и после этого повторяем просто эту процедуру, пока не надоест. Ну, и, типа, ну, как это можно себе представлять? Значит, вот есть у меня, допустим, какие-то вот крестики, которые размеченные. Вот. Есть какие-то нолики, которые тоже размеченные. Вот. И есть какие-то точки вот такие. Вот. И, типа, если бы я обучался только по размеченным объектам, у меня бы, например, разделяющая поверхность вот такая получилась. А если я буду постепенно делать вот такой, как бы, пропагейшн, постепенно буду добавлять в обучающую выборку объекты новые, то у меня вот крестики будут распространяться сюда, нолики будут сюда, и постепенно моя модель будет съезжать, и вот получим вот такую модель. Вот. И она уже как-то более правильная, наверное. Ну, такая задумка, по крайней мере. Вот. Тут вопросы есть какие-нибудь? Предпочтительные типы консервалидации делать, или можно объект, как бы обучить модель на объекте, а потом признаки накидывать на этот же объект. Исходя из того, на чем мы учились для этого же объекта. Не понял. Еще разочек. Мы признаки докидываем. Нет, признаки известны. Мы объекты докидываем в обучающую выборку. То есть, смотрите. То есть, я обучил модель на размеченных объектах, то есть, вот на этих. Дальше применил к неразмеченной выборке, то есть, вот к этим объектам. И разметил моделью. Замечательно. Но как мы понимаем, что мы понимаем, что стало так же? Что стало... Хуже. Не только этого хуже. Но тестовые выборки... Да, да. Да, да, конечно. Поэтому... Такой пересекающийся, проектовый, будет просто как-то... Не, оно будет, не знаю, там... И разъедется, да. Да, ровно так. Вот. Ну и тут самое время немножко поговорить про терминологию. Еще больше вам накидаю названий. Значит, отступление про терминологию. Ну вот есть semi-supervised. Это когда у меня есть размеченная выборка, есть неразмеченная выборка, я по ним строю какую-то модель и ее применяю к тестовой выборке. Это вот то, что мы обсуждаем. Еще вы где-нибудь можете встретить такой термин «трансдуктивное обучение». Transductive Learning. Вот если вы на SLT ходили, возможно, вы даже упоминали такое. Нет? Нет, нет. Тут типа тема такая, что у меня тоже есть размеченная выборка и есть неразмеченная выборка. и мне нужна моя модель только, чтобы ее применить к неразмеченной. Типа, а от X модель? А, ну, кстати, да, я понял, в каком смысле вы про соревнования. Нужна только для… То есть типа вы говорите, что не существует никаких других данных. Вот все, что вас парит, это разметить неразмеченную выборку и все. То есть новых данных не будет. Ну, в принципе, с нашей с вами точки зрения, если мы себя считаем скорее инженерами, это без разницы, что на модель строить, но если вы с теоретической точки зрения изучаете алгоритмы, то это радикально все меняет, потому что в этой задаче вам нужно предполагать, что есть некоторое распределение данных, из него вам сэмплируется, тестовая выборка и все такое. А в этой подстановке у вас нет никакого распределения, у вас есть конкретная выборка, на которой вы изучаете поведение вашего алгоритма. Здесь сильно удобнее, если вы там теоремы какие-то доказывать собираетесь. Вот. Ну и, наконец, есть self-supervised. Это подход, в котором я беру неразмеченную выборку, ставлю какую-то промежуточную задачу и промежуточная задача какая-то. Получаю некоторый алгоритм B от X. Его я дообучаю на размеченных данных и получаю модель A от X. Ну, про self-supervised я сказал, большая наука. Сейчас вот приходите, там, Ильдус, Саша читают про этот курс по выбору в третьем модуле, на счетном курсе. Заглядывайте. Хороший курс. Всем советую. Окей. Вопросы не накопились? Вроде нет. Ну, не знаю, что такое контакт. В чем отличие? Нет, какие-то методы будут приглашать. Нет, я сказал, методы те же, просто вам теорема про них доказывать будет удобнее, потому что вы не предполагаете, что у вас какая-то тестовая выборка, которая там сэмплируется, она какая-то случайная и так далее. Как я сказал, с точки зрения нас, как инженеров, вообще пофиг. То же самое, абсолютно. Никаких новых методов не возникает. А, нет, ну, как бы у вас может другая философия возникнуть. Я правильно сказал, что это соревнование похоже. Вот на кегли же все, что вас волнует, качество на тесте, особенно если он весь паблик. И вот как бы если у вас паблик датасет, и вы под него подгоняетесь, вот думаете, что вы трансдактив лернингом занимаетесь, и в принципе наверняка вы поймаете себя на том, что вы довольно неплохо подгоняетесь под этот тестовый датасет. Ну, хорошо. Что еще есть? Какие еще подходы есть к сами супервайс? Ну, есть, например, там вероятностный подход. Идея какая? Что вот есть у меня, допустим, какие-то объекты размеченные, и если бы я обучался чисто на них, например, какие-нибудь плотности оценивал, то у меня бы получились вот какие-то такие линии уровня. Ну, типа нормальные какие-то распределения, возможно, даже с единичной ковариационной матрицей. Но, допустим, у меня еще есть какие-то вот неразмеченные объекты, и они вот как-то вот так устроены. И вот когда, значит, я обучаюсь, я хочу как-то учитывать их наличие. Значит, идея. Хотим чтобы у неразмеченной выборки было высокое правдоподобие. Да. Да. Опытные люди. Все понимали, что к этому идет. То есть, ну, давайте запишем что-нибудь. Вот смотрите, если бы мы с вами обучались только на размеченной выборке, то мы бы чего? Мы бы записали просто ее правдоподобие. То есть, там просуммировали бы по всем объектам логарифм плотности х и того при условии тета у и т. Ну, то есть, я беру как бы, ну, допустим, у меня каждый класс описывается каким-то, какой-то плотностью, плотности всех классов, они из одного семейства, просто у каждого класса свои параметры в этом семействе. Вот, соответственно, у меня там, я беру параметры, соответствующие классу y и т, и смотрю на плотность и того объекта. Но это, ну, и это я бы максимизировал, то есть, это обычный метод максимум правдоподобия был бы. Но у меня есть еще неразмеченные объекты. И вот давайте я как бы попрошу, чтобы у меня, у неразмеченных объектов было высокое правдоподобие в любом из классов. То есть, чтобы хоть, с точки зрения хоть какого-нибудь класса, у этих вот неразмеченных была высокая вероятность. Плохо, если они подают в область, у которой, которая невероятная с точки зрения всех классов. Ну и давайте я это запишу в виде смеси. Значит, тут у меня будет сумма по всем объектам, логарифм, сумма под логарифмом, как мы знаем, это самое страшное, что вы можете сделать в оптимизации. Вот сумма по всем классам, pi y, p от x при условии θ y. Вот это я максимизирую по всем параметрам, то есть, вот по вот этим параметрам смеси и по θ y. Вот, то есть, у меня получается, что вот здесь, ну, по сути дела, я как бы хочу, чтобы с точки зрения хоть какого-нибудь класса у меня вероятность была высокая. Ну и все, мы получили некоторый функционал. Тут есть смесь распределений, смесь распределений это ем алгоритм, все, типа выписываем е шаг, м шаг, запускаем, все получается. Да посчитаем. В чем проблема? Апостерерное же это просто вам поделить на p от x. Ну, типа, короче, отнормируем как-нибудь. То есть, по сути, а что, получите апостерерную, вам нужно бы это дело просто перенормировать как-то. Нет, я, кстати, просто не говорил, что я начну в параметрам, в сон, да, отсутствуют какие-то множества, которые включают зарядки для конкретных объектов, а пасть в нужной классе в храме как априорной зарядки когда они пасть. Да, ну а как это было в смесях? Там же ровно такой функционал был. Разве нет? Вроде все нормально. Ну вот, то есть делаем, значит, я красиво так в цветочек обведу ем алгоритм. делаем ем алгоритм. Ну, короче, вот туда. Вот такой вот подход. Ну, подход, как бы, в принципе, неплохой. Но, да. Ну, давайте обсудим какие-то его там плюсы-минусы. Значит, в чем плюсы? Плюсы в том, что этот подход очень интерпретируемый. То есть вы для каждого неразмеченного объекта знаете, с какими вероятностями он к каждому классу относится. Мало кто вам такое выдаст. Вот. Типа, в целом, это решаемая задача. То есть мы записали что-то, для чего есть алгоритм и все такое. Вот. Ну и большой плюс, что на самом деле, если вот правда понимаете, какое у вас распределение у ваших данных, если вы понимаете, что у вас данные нормально распределены, или вы там еще какое-то распределение знаете, которое под данные подходит, то все классно. Ну, то есть еще плюс в том, что где можно использовать поддержку того-то аминфекционного ? что точка близко к центру класса. Да. с ядрами. вот у нас EMA алгоритм можно использовать с твердками, с алгументами, которые переводили бы наши объекты в какой-то... С ядрами. Да. Да, да. Ну, да, то есть можно попробовать сделать здесь какой-то ядровой переход. Да. Ну, я скорее имел в виду, что у нас какие-то суперсерки, которые были или получили магию, но да, может... Или так, или так. Да, 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 вариант. Вот. Значит, из минусов, что тут все-таки EMA алгоритм надо использовать. Это мы не любим с вами. Вот. Ну, и большой минус, что если мы не угадали распределение, то все будет плохо. То все плохо. Вот. Такие дела. Такие дела. Ну, хорошо. Давайте дальше. Значит, дальше. Что, что? Семейство. да, да, то есть, типа, если мы предположили, что нормально данные распределены, они, типа, никогда не нормальные, там, с тяжелыми хвостами, ну, типа, мы тогда все проиграли. А если есть предположение, допустим, что вот и семейство распределений принадлежит какому-то распределению? Так, это что-то сложное. Так как? Как мы будем? Ну, мне кажется, вы про что-то байсовское говорите, когда, типа, у меня, условно, есть распределение на параметрах распределения, и типа, да, ну, это, конечно, можно, но лучше это вашу жизнь не сделает, скажем так. Мне кажется, что будет проще подобрать номера с разными распределениями, и это будет проще. Ну, например, но просто, опять же, все распределения, которые нам известны, они довольно простые, то есть данные, скорее всего, сложнее распределены, вот в этом проблема. Вот. Давайте теперь поговорим про какие-то методы на основе моделей. Какой вот метод машинного обучения в этом курсе чаще всего встречался? Нет. Что? КМР. Вот. Да, ровно так. Ну, собственно, здесь есть две, два подхода на основе моделей, которые я упомяну. Первый, типа, когда мы берем логистическую регрессию, и ее такая вот вариация для Сэми-Супервайс называется Expectation-Regularization. Ну, это мы не будем разбирать, потому что второй метод интереснее. Второй, это когда мы берем СВМ, мы его преобразуем, и получается Сэми-Супервайс СВМ. Но, как вы знаете, исследователи в области машинного обучения любят придумывать там аббревиатуры какие-то, и, собственно, здесь они заметили, что С встречается аж три раза, поэтому этот метод называется С3ВМ. Значит, давайте про него поговорим. Какой выберем? Зеленый, там, да, по стерлям, да, тоже. Прозрачный. Ну, предложите лучше. Угу. Не-не-не, попробуйте. Я нарисовал. Так, ну, хорошо, еще розовый. Оранжевый, это, примерно, что-то средний. Мне кажется, что будет признать свое поражение, а все равно. А вот, Да. наука. Короче, в чем идея, в чем идея об этом методе? Вот смотрите, допустим, у меня данные вот какие-то такие. Что мы своими делаем? Как проводим гиперплоскость? Да, с максимальным маржином. А вот теперь представьте, что у меня еще есть неразмеченные объекты, и они вот такие. Вот как думаете, чего мы тогда хотим? Чтобы от них тоже подальше было, да? Перевзвесить, может, как-то, да? Может быть. Ну, вот, короче, предлагается, да, сделать так, чтобы у меня, вот, у этих объектов был, ну, вот, отступ это с Y, да, он считается, но мы не знаем Y, поэтому я хочу, чтобы вот на этих неразмеченных объектах просто расстояние до гиперплоскости было побольше. Мне не важно, с какой стороны от стреляющей гиперплоскости они окажутся, просто, чтобы расстояние было побольше. Вот это вот мое желание. Как мы просто полагаем, что вот мы не знаем данных, и мы не грали безопасности, просто потом не могли подать. На всякий случай, да, ровно так, ровно так. Собственно, если вы помните, в обычном SVM'е у нас был такой вот хинжлос. Нет. Это называлось хинжлос. А вот здесь для неразмеченных объектов давайте я возьму модуль от, ну, точнее, не модуль, а некоторую такую симметричную версию хинжлоса. Вот такую. Вот, то есть, как бы, у меня вот для неразмеченных объектов штраф будет просто за то, что он оказался с какой-то стороны слишком близко к разделяющей гиперплоскости. То есть, я штрафую только за как бы маленькое расстояние до гиперплоскости. Давайте запишем функционал. Это будет у меня C умножить на сумму по всем размеченным объектам. Здесь хинжлос. Плюс, давайте, это у меня C1 будет, плюс C2 умножить на сумму по всем неразмеченным объектам. здесь у меня будет максимум из нуля один минус модуль W на X и T. Вот, и видите, я как бы здесь штрафую просто за то, что маленькое скалярное произведение. Ну и плюс регуляризатор. Тут все как обычно. И это дело я минимизирую по W. Вот все, вот задача такая. Ничего сложного. Давайте ее обозначу звездочкой, мне это пригодится. Значит, давайте обсудим некоторые минусы этой задачи. Вот как думаете, что с ней не так? Модуль. А чем это плохо? На самом деле там сильнее минус у него. Вот. Да, он не выпуклый. Есть возражения? Кстати, да. Не уверен, что она какая-то будет разумная. То есть, типа, прелесть же SVM о том, что мы можем переходить от прямой к двойственной наоборот без решения чего-то. Просто там есть формулы прям связи двойственных переменок. Это большая редкость. Подозреваю, что здесь этого нет. Ну, да. Ну, да, да, справедливо. Ну, да, но типа, но все равно это будет не так просто, как было раньше. Но, еще один минус есть. Минус 2. вот, вот, смотрите, то есть, здесь проблема в том, что вот это слагаемое, оно очень такое влиятельное, потому что, скорее всего, в нем больше объектов, в сумме больше слагаемых, и есть риск, что я, ну, буду просто предпочитать право-гиперплоскость так, чтобы она была подальше от неразмеченных. Давайте напишу. Может задоминировать, точнее, могут задоминировать слагаемые 2 и 3. То есть, смотрите, то есть, может получиться так, что у меня вот есть, значит, там немножко объектов размеченных, куча неразмеченных, просто дофига, и тогда я просто провожу гиперплоскость нулевую, все неразмеченные, типа, у них ошибки нет, она нулевая, норма нулевая, ну, а здесь там копик что-то есть, как бы, но это не страшно. Вот, то есть, может получиться такое. В целом, это, конечно, можно регулировать, настраивая C1 и C2, но лучше прям встроить ограничения в эту задачу. Добавим ограничения. В идеале мы могли бы потребовать, чтобы вот берем, беру, значит, я неразмеченные объекты, L плюс N, здесь я беру знак скалярного произведения, то есть, я смотрю, куда я их отнес, и я бы хотел, чтобы как бы доля неразмеченных объектов, которых модель относится к положительному классу, была такая же, какая у меня доля положительных среди размеченных объектов. Довольно сильное все положение. Там можно представить ситуацию, что она сама будет читать неразмеченные данные, то есть у нас словно там две большие неразмеченные выборки, и у них как бы маленькие размеченные классы, которые как бы ориентированы немного по-другому. Мы будем ориентировать классы, соответственно, чтобы неразмеченные были в равной доле, при этом можно пройтись по размеченному пласту и как бы... Тогда уже это регулируют с настройкой C1. Ну да, такой риск есть. Это не отменяет того, что гиперпараметры подбирать нужно. Почему? Да, логично. Плюс 2 или минус 2. Согласен. Вот. Ну, понятно, что это какое-то ограничение тупое, потому что знак стоит, поэтому давайте мы его упростим. Здесь у меня будет просто скалярное произведение и по релаксацию такую делаем. Ну, а справа остается то, что было. Вот. И вот это давайте просто добавим ограничение к задаче звездочка. Вот. Получается довольно жесткая задача, то есть у вас тут что-то не выпукло, еще какое-то ограничение стоит там, ну, линейное, слава богу, хотя бы. Вот. Но задача непростая и там прям целая история, как это дело оптимизировать. Например, там один из таких методов, которые были, было показано, что они хороши для этой задачи, называется метод СССР. Вот. после развала, к сожалению. Ну, вроде свежачок, да, то есть вроде бы это уже придумали, когда, когда слова машины обычно не было. у меня нарушается что-то типа конвекс, конкейв, просиджа. Вот. Типа конвекс, конкейв, конкейв 2С, вот три раза С встречается просиджа. Но мы-то знаем, что хотели нам сказать авторы. Вот. Что? Да, 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 ровно так. Вот. Ну, короче, короче, вот тут, да, напридумывали всякого. Ну, и последнее, последнее, что расскажу, есть еще графовые методы, которые здесь пригождаются. Кстати, а если был шум, который мы выше вводили аппроксимент, то я властью. Вот эту? Вот. Так проблема аж в невыпуклости. Как вы замените невыпуклую функцию на выпуклую? То есть не очень понятно, как вы вот из этого сделаете что-то выпуклое вот в этом проблема. Вот. Значит, графовые методы. Значит, вот еще раз, да, давайте я нарисую какую-то вот выборку, как в начале. Вот. Значит, и давайте я подумаю вот о чем. Вот смотрите, вот мы до сих пор с вами придумывали какие-то довольно костыльные методы, которые там, то вот этот self-learning, который, ну там, что-то по итерациям добавляем в выборку, не очень прикольно. Да, да, вот Ян там грустит, что опять графа. Вот, значит, дальше мы там что-то какие-то, я не знаю, откуда это у него, значит, дальше мы какие-то там методы, вот что-то еще, там, функционал выписывали. А какие мы, мы еще знаем, способы, как это по-русски-то сказать, ну типа impose какие-то ограничения на модели, ну регуляризация, да. И вот давайте, может быть, какую-нибудь регуляризацию придумаем, которую мы пихнем там в линейную модель или там в бустинг, может быть, и вот как-нибудь через нее станет лучше. Значит, идея регуляризации такая здесь у меня будет. Давайте скажем, что вот если у меня объекты близки, то как бы выходы модели на них должны быть тоже близки. Как мы это сделаем? А вот давайте, значит, запишем такое. Вот пусть, значит, у меня есть какая-то задача для там обучения модели. Сумма, функции потери, y, a, x, t, v. Это как бы стандартный функционал, да, 1 на l можно написать. Пусть у меня есть какая-нибудь регуляризация, ну просто обычная регуляризация, там l2 или другая. И давайте я добавлю еще вот такую штуку, второй регуляризация. Значит, λ2. Сумма по всем объектам, вообще всем, даже по всем парам объектов, я бы сказал, w и t житая умножить на a от x и того минус a от x житого в квадрате. Где w и t житая? Это у меня, например, там экспонента степени минус там расстояние между этими объектами. То есть я говорю, что если у меня два объекта близки, то вес будет большой, а тогда я сильно штрафую, если выходы модели на этих двух объектах расходятся. Ну а вы же колоквиум недавно сдавали, вот что это такое я написал? Это что? Это лутосян! Там лутосян! Да пофиг, боже мой! Вот, кого это волнует? Значит, действительно, то есть если построить граф на объектах, ну давайте граф на Excel в объединении с XU, то это лаплосиан. то есть это как бы отранспонированное на L на A. Вот, ну то есть в принципе такая вот возникает аналогия здесь. То есть, ну давайте подробнее напишу, то есть A это у меня вектор выходов модели, ну и лаплосиан это D D минус W. Вот, и как бы тогда у меня вот эта штука, это... Ой-ой-ой, да-да-да-да-да, спасибо-пасибо-пасибо. Вот. Ну и получается такая вот задача, где у меня сумма по размеченным объектам от X этого плюс 1 на L плюс какая-то регуляризация плюс регуляризация через лаплосиан. То есть обратите внимание, то есть по сути дела это похоже на... Ну хоть нет, ладно, ни на что не похоже. Вот. Значит, такой подход называется manifold регуляризация. То есть я как бы информацию о структуре моих данных, о том, как близости устроены, прям насильно впихиваю в модель через лаплосиан. Ну такая вот интересная тема. Мини-визация лаплосиана это что-то может быть похоже на структуре и принципиализацию? Да, да, там что-то похожее возникает, да. То есть там еще довольно такой хардкорный подход, как это оптимизировать, вот, это можно перебирать свои, не знаю, собственные значения монитора лаплосиана. Например, да. И типа штрафовать просто внутри там это вода, да. Вот, короче, вот какие-то такие штуки, какие-то такие штуки здесь возникают. Видите, лаплосианы везде встречаются. Ну вот, вот это все, что я хотел про сами супервайз рассказать. да, да, то есть есть такое, когда у вас две модели обучаются, вы там друг на друга их обучаете, но это такие же выстики, селф-лернинг, поэтому. Да, можно пробовать, но мне кажется, они такие же тупые, скорее, вот методы, которые были дальше, они поинтереснее. Ну все, у вас есть целый час до следующей пары, идите погуляйте, хоть пока погода хорошая. Про автоматы. Ну что, мы берем все как обычно накопленную оценку, выкидываем экзамен, считаем, ну и нормируем, считаем, что получилось, и если это у вас больше, ну допустим, шести, и колокриум, допустим, больше шести, то автомат. Два условия. Два условия, да, да. Пять-шесть такое что-нибудь, ну мне пока рано говорить. Да. Ну довольно маловероятно, то есть я как-то пробовал, у меня не получилось добиться прироста, поэтому это все пока считаете так, интересная идея. Ладно, все, всем спасибо. 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 Продолжение следует...